Вы никогда не задавались вопросом, должны ли мы спрашивать разрешение на любовь у государства? Наверное, все ответят сейчас нет. Если кто-то не согласен, вы можете прокомментировать в комментариях, нужно ли спрашивать согласие у государства, чтобы полюбить ту девушку или того парня и, так сказать, сочетать свою жизнь и жить совместно. Получается, что нужно спрашивать разрешение, потому что у нас есть органы ЗАГС, и пока путем подачи заявления мы не попросим государственного регистратора, а зарегистрируйте нас как семью, и государственный регистратор должен дать согласие. Он должен сказать, да, я вас регистрирую, приглашаю вас 31 декабря на торжественную регистрацию. Или вы получите по почте ответ о том, что мы вам отказываем государственной регистрации по тем или иным причинам. Значит, и таким образом государство сказало, мы, слушайте, ребят, мы порегулируем немножко вашу любовь, здесь вы будете вместе, а здесь вы не будете вместе. Но, я вас ввел в заблуждение, здесь нужно отличать союзы от брака. Значит, союзы, пожалуйста, сживите с девушкой, не с девушкой, там, с собаками и так далее. Это все союзы, значит, никто запретить не может, на вкус и цвет товарищей тут нет. А вот брак, здесь уже государство говорит, с момента, когда я вас зарегистрирую, вот тогда вы, товарищи, стали супругами. Ну, а в чем же разница? Ну, любим и любим, живем и живем. Да, ну вот один мужчина тоже так вот любил 10 лет, а потом опомнился, когда бомжом стал, и говорит, так я ж муж был, так мне ж половину нужно жилья, мне вообще негде жить. Ведь земля-то была, оказывается, на супругу записана, и построили мы там дворец, ну, не такой, как на Черноморском побережье, чуть поменьше, но построили. А теперь мне жить-то негде. И в связи с этим я вот объясняю всем мужчинам и всем женщинам. Вы, когда эйфория проходит, вы всегда попросите своего партнера сходить в ЗАГС там на пару минут и зарегистрировать правоотношения. А потом начнете строить дом. Иначе все ваши вложения, даже если вы сохраните чеки, что вы вкладывали, а она не работала, а вы работали, а вы вахтовик, а у вас много было денег, а вы еще там заработали себе кучу болячек, чтобы построить этот дом. И все соседи видели, как вы, мускулистый, строите этот дом. Все это не имеет никакого значения, потому что своими мускулами, своими вахтами вы добровольно дарили этой любимой женщине, значит, вот эти материальные блага. А потом она ими распорядилась, послав вас, значит, в очередную долгосрочную вахту, от которой она попросила вас уже не возвращаться. Поэтому, значит, или регистрируйте брак, или, если вы не хотите спрашивать у разрешения у государства, тоже имеете право, тогда заключите договор на создание совместного имущества. Значит, подпишитесь с ней, что на ее земле она вам дает разрешение строить. И когда вы построите, заработаете вахтовым способом или в другом месте где-то заработаете, значит, вы построите этот дом, то оформите по одной второй. Зарегистрируйте это соглашение обязательно. И если вдруг она захочет вас потом кинуть, пойдете в суд, и суд вам эту одну вторую вместе с землей присудит. Значит, в ином случае, значит, просто исходите из того, что вы платили за любовь. Десять лет вам было хорошо, ей было тоже хорошо, за это надо платить. И в судах вообще есть поговорка, что за любовь надо платить, поэтому суд вам откажет. Значит, вот полюбите, чуть-чуть эйфория пройдет, и бегом к нам, мы вам расскажем, как дальше жить, чтобы любовь жила долгие десятилетия. Редактор субтитров А.Семкин